Тракторозаводской районный суд в Волгограде был образован больше полувека назад. За эти годы здесь рассмотрели сотни тысяч дел. Первым председателем этого суда стал Александр Семенович Грушенко, когда ему было всего 30 лет. Он проработал до этого судьей только 6 лет в Ленинске и Волжском, избрав служение Фемиде абсолютно сознательно. Тем не менее, именно Александру Семеновичу районный совет депутатов доверил столь важное дело. Он стал самым молодым председателем во всей Волгоградской области. Страшно было вступать в эту должность, потому как вот эта территория, этот участок, он первый участок, оказался бесхозданным. Надо было познакомиться с людьми, все-таки три участка, три коллектива. Началась, конечно, преработка и с секретарями, и с судебными исполнителями, ну и, прямо скажем, с судьей, который остался на втором участке. Были, конечно, и, значит, серьезные разговоры с тем, оставшимся в составе районного суда судьей, что, ну, хотим мы, не хотим, но так случилось, избрали теперь уже сессию районного совета, будем работать. За 20 лет на своем посту Александр Семенович прочувствовал все сложности профессии. Дело в том, что в соответствии с Конституцией и в соответствии с законом о судоустройстве, судья независим и подчиняется только закону. Я ведь не могу сказать, хоть я и председатель, хоть меня и сессия избрала районного совета председателем, и сказать, скажем там, товарищ судья, вот надо вот так решить вопрос. Это запрет, табу, нельзя этого делать, это самое. Поэтому тут надо было очень гибко, значит, смотреть, кому какое дело давать. Всегда всех, и первый состав районного суда предупреждал, смотрите, перед вами люди, какие бы они ни были, пока он заключенный, пока нет приговора суда. Вот когда осудим, тогда он будет преступник, поедет в места заключения там отбывать и так далее, а пока выполните все то, что написано в законе. Председатель суда Александр Грушенко, как и его подчиненные, ежедневно рассматривал десятки дел, за каждым человеческая судьба. Сказать, что вот я колебался в принятии решений по конкретному делу, я этого бы не сказал. Людмила Кавына поручила мне дело, значит, об убийстве. Бывшая жена убила своего мужа. Значит, муж спился, жена вынуждена была уйти к родителям своим. С одной стороны, понимаешь, и подсудимого, ну, довел человека, довел уже человека, ну, взять детей и уйти, так сказать, куда-то. Это же трагедия и для детей, и для нее, и для самой вышла замуж, и вот такая история. И она не отрицала, но он говорит, я как припомнила всю нашу жизнь, а тут шкварка, шкварка эта попалась, накинула, я вот вроде не сильно надавил это. Ну, он, видать, уже и ослаб здоровьем от водки и задохнулся, и помер. Ну, вот скажите, вообще бывали ли такие моменты, когда вам хотелось бы, возможно, вернуться в прошлое и изменить какое-то вынесенное вами решение? Или все же вы всегда считаете, что вы поступили, можно сказать, верно? Вот в отношении этой женщины я бы иного приговора не вынес. Ей достаточно трех лет лишения свободы было, вполне достаточно, все-таки убийство. Она лишила жизни человека. Плохой там он какой, нехороший и так дальше. Но вот заставили бы меня, и я бы заседателям предложил свое мнение, так сказать, вот остановиться на средней мере наказания, вот такое. Ну, назначили на год больше. Ну и что? Место четырех-пять. Вот так, это не решение. Вот такого, значит, жесткого желания вернуться и пересмотреть в сторону, смягчение, такого не было. Потому что, как правило, исследуем все полностью под доподноготной. По долгу службы Александр Семенович много общался с людьми в Волгограде и области. Поэтому не понаслышке знает отношение народа к суду в Советском Союзе и в современной России. Там, где судьи ведут себя правильно, нормально разговаривают с людьми, не унижая человеческого достоинства. Ведь по-разному можно. Ты чего просишь там, долг взыскать? А ты зачем давала? Денеги взаимы, ты кому давала? Ведь по-разному можно разговаривать с людьми. Не обостраивая себя отношений, люди доверяют суду. Потому что иного органа, который бы разрешил самые склочные споры, его просто нет. Так что и в то время, и сейчас отношения доверительные. Сказать, что в теперешней остановке как-то изменилось в плане негативного отношения к суду, судам доверяют. Тем не менее, судьи всегда сталкивались с проблемой безопасности судебного процесса. Сама обстановка, в которой приходится работать конкретному составу суда, она порой заставляет держать ушки, как говорится, на макушке. Потому как не ровен час. И конкретный час в нашем суде, в районном уже, в Тракторозаводском, был такой, значит, случай. По мотивам безопасности нам перебросили дело, передали по подсудности, я говорю упрочным, перебросили, из средней ахты бы. Молодые люди гуляли там где-то в пойме, что-то не поделили и одного подростка убили. Так Тракторозаводский суд начали осаждать поклонники этого, то сказать, потерпевшего, которого лишили жизни. Вот, вынуждены были перенести заседание в красный уголок следственного изолятора. Ну, для обеспечения безопасности, потому что могла быть, ну, большая неприятность. А так, вообще, за все время, за все это время, вот, я почти 20 лет был председателем здесь, такого, что вот, открытого, что мы там покажем, такого не было. Александр Семенович подал в отставку как федеральный судья еще в 90-х годах. Еще до этого ему присвоили звание заслуженного юриста России. Вся его жизнь была неразрывно связана с юриспруденцией. И в этом году Александру Грушенко исполнилось 85 лет. С юбилеем его поздравили бывшие коллеги. Теплые слова Александр Семенович часто слышит и в другие дни, встречая тех, чьи интересы он защищал. Никто не приходил специально на прием сказать спасибо. Ну, это уголовная, так сказать, стезя. А что касается вот гражданско-правовых, вы знаете, что у нас был алюминиевый завод. Был. И знаете, что там заболевание было под названием флюороз. Кости совершенно распадаются, гибкие становятся и так дальше. Возникли дела о возмещении вреда здоровью в связи с профессиональным заболеванием. Мы взыскали с завода колоссальную сумму денег всем потерпевшим. До сих пор все бывшие сотрудники алюминиевого завода с почтением всегда встречаются и здороваются и выражают свою благодарность. Коллектив информационного агентства «Высота-102» присоединяется к поздравлениям коллег и родных Александра Семеновича Грушенко и желает ему сохранить бодрость, дух и оптимизм, крепкого здоровья и долгих лет жизни.